Я поменяю тему и стираю концептажей. Я сейчас ровно все то же самое расскажу без использования некомпутативных вот этих вот штучек. То есть я выпишу тоже веномку, но совсем другое. У нас был а плюс b в степени m. Теперь у меня не будет вообще ничего некомпутирующего. Дело в том, что очень легко считать себя вот эти вот инверсии, когда у вас есть две некомпутирующие буквы. Поэтому я, собственно, и начал дать лекцию с того, что b, а равняется ку, а, в. Тогда все будет легко. А сейчас мы сделаем буквы. Мы напишем выражение 1 плюс qx, на самом деле, я могу сказать, а ку струбе, это было бы то же самое, естественно, вот, плюс q квадрат x, плюс q в кубе x и так далее, и так далее. Это единица плюс q в степени n в кубе x. Понятно, что я написал? Ну, давайте, если n равняется 2, то это будет 1 плюс qx умножить на 1 плюс квадрат x. Давайте раскроем скобку. Это будет 1 плюс q плюс q квадрат x плюс q в кубе x в кубе. Разрешите, я это запишу в следующем способе. Единица плюс 1 плюс q умножить на q умножить на x. А здесь будет q в кубе умножить на x квадрат x. Вы скажете, что пока не очень понятно. Хорошо. Не очень понятно. Сейчас, когда еще пример сделаем, зайдем понятнее. 1 плюс qx, 1 плюс q квадрат x, 1 плюс q в кубе x. Раскрываем все скобки. Что тогда у меня будет при x нулевой степени? Просто единица. Какой коэффициент будет при первой степени единица? q плюс q квадрат x кубе. А я опять это напишу таким образом. 1 плюс q плюс q в квадрате умножить на q умножить на x. Теперь, как получается x квадрат? Либо вот так, либо так, либо так. Замечательно. Значит, я напишу здесь x квадрат. Ребята, в любом случае, в кубе будете. Просто в любом случае. А теперь, давайте, x квадрат не будем писать, у в кубе не будем писать. Опять считаем. Вот отсюда пришло просто у в кубе. То есть единица отсюда пришла. Отсюда пришел q. И отсюда пришло q в квадрате. Значит, опять все легко. 1 плюс q плюс q в квадрате. Ну, и x в кубе будет с коэффициентом q в шестой и степени. Если вы вспомните, что мы сегодня с вами делали. Вот это называлось число сочетаний из трех по одному. Галп с вами. Это число сочетаний из трех по два. Это... Из трех по два. Единица, да? Это из трех по три. Мне же непонятно, куда q в шестую. А нет, понятно. Шесть это один плюс два плюс три. Три это один плюс два. Это треугольные числа. Так вот, теорема состоит в том, что эта сумма, где k пробегает значение от нуля до n, и x в кадрате в степени будет с таким коэффициентом гауссово число сочетаний из n по k умножить на q в степени k плюс 1 пополам. Это то самое треугольное число. Значит, k умножить на k плюс 1 пополам. Это просто сумма чисел 1, 2 и так далее плюс k. Сумма первых k на кратерах числа. Вот это тоже называется бином. Он тоже превращается в обычный бином дизлона, если вы вместо него подставите единицу. И нам с вами сейчас желательно доказать эту формулу. Ребята, обратите внимание. Конечно, доказать эту формулу невероически уже знаете, что это стоит? Ну, в самом деле, если у вас есть уже вот такая вот формула, да, и вы помните, что было выполнено такое соотношение, то вы просто-напросто можете вот давно уже эту штуку на 1 плюс 1. Понимаете, знаете, давайте сейчас это проделаем. То есть, аллевраическое доказательство абсолютно очевидное и состоит в проверке такого границ. То есть, смотрите, пусть для числа n я хочу доказать, да, вот, значит, итак, вот это хочу, а что у меня есть? У меня есть такая же штука 1 плюс ux, 1 плюс u квадрат, x и так далее, и так далее, но на 1 множитель меньше, да, и я ее сейчас умножаю на 1 плюс u в степени n. Так, смотрите, что у меня здесь, собственно говоря, есть, да? Такая же сумма, только написано вместо n, n минус 1, поэтому сумма, k пробегает значение от 0 до n минус 1, число сочетания Гауссова из n минус 1 по k умножить на u в степени k, k плюс 1 пополам, так, пока все понятно, умножить на x в степени k. Вот. Но это когда я на 1 умножу. А еще я мог умножить на k в степени n минус, что тогда произойдет? А тогда произойдет вот такая штука. Собственно, k никуда не делась, оно по-прежнему одно имеется, и число сочетаний никуда не делось, все это осталось. Степень вместо k умножить на k плюс 1 пополам, еще n добавилось, x будет в k плюс 1 степени. Интересно, что с этим делать? Господа, все такое. Я приспокойненько. Если меня интересует коэффициент вот в этом выражении bx в степени k, могу вот в этом, в этой большой сумме сделать то, что называется замена переменных. Вместо k плюс 1 написать l. Давайте сделаем такую замену. q в степени l минус 1 умножить на l пополам плюс l. x в степени l. Суммирование ведется по числам l. Смотрите, l это k плюс 1. по числам l от единицы до n. Как интересно. Смотрите, у нас теперь здесь, в этой сумме, x в l есть степень. Правда, суммирование от 1 до n. А вот в этой сумме у нас суммирование от н ряда n минус 1. А x не в карты степени. Понимаете, понимаете, что если k равно n, то эта штука просто ноль. Просто ноль. Потому что началось сочетание, наверное, из чего-то побольше по числу всегда ноль. Поэтому я могу добавить такое эффективное слограммение, оно все равно ноль. Теперь здесь. Если l равно 0, то вообще-то то же самое. Это мой минус минус единица, это тоже попадает ноль. Такого смысла не дает. Поэтому я сюда тоже напишу. Ради чего я это сделал? А чтобы промежутие суммирования в точности. И сейчас в результате я могу эту штуку, заменитесь, опять вместо l написать k, я могу эту штуку превратить, господа, смотрите на что? Сумма. От нуля до 1. Что сочетание? Здесь l минус 1 по k. Ку в степени k на k плюс 1 пополам. Так, их степень я кнопку пишу. И теперь надо прибавить линчо. Надо прибавить вот эту штуку. Только вместо l надо писать k. Хорошо. Так, прибавляю. Прибавляю число сочетание с n плюс 1, k плюс 1, q в степени, вот здесь очень важно, k умножить на k плюс 1 пополам, минус k и плюс n. Дело в том, что вот это число, k минус 1 умножить на k пополам, оно отличается от k на k, ровно на k. Поэтому если я здесь напишу минус k и плюс n, это будет. Идет с коэффициентом x, ну, потому что это является коэффициентом при x в степени k. Значит, если я сейчас проверю, что вот эта штука, и вот то, что здесь в скобках, это одно и то же, то алгебраическим способом этот самый кинок будет доказан. Отлично. Давайте посмотрим, собственно говоря, что здесь. Куф степени k на k плюс 1 пополам, но здесь везде есть. Поэтому я его могу проверять. Да? А это мы уже доказывали. А это уже сверху написано. Соотношение, я думаю, что все-таки имеет смысл его сейчас переписать, чтобы меня уже никто не обменил, что я что-то такое подделываю. Значит, соотношение такое. Мне нужно, чтобы число сочетаний из n и 1, где вот сюда, смотри, да, вот сюда, равнялось бы вот этому. равнялось бы число сочетаний из n-1 по k плюс число сочетаний из n-1 по k-1 умножить на q в степени n-1. Ну, вроде бы, какая-то разница между этими штуками есть. Мы уже говорили, что можно умножить n-1 по k на q в степени k, а можно умножить n-1 по k-1 на q в степени n-k. А это мы говорили? Да. Потому что горизонтальный артикаль входит симметрично. А, да, кстати, да. Смотрите, последний шаг, если вы смотрите с точки зрения горизонтальной, то есть нижней площади, у вас получается домножение на q в степени k, на столбец. Абсолютно правильно. А с другой стороны, я все-таки хотел бы, я думаю, это сейчас прозвучало, потому что алгебраическое доказательство это алгебраическое. Неправильно, что называется, использую скобинаторию. Значит, итак, пусть мы вот это вот знаем, а вот это вот хотим доказать, да? Смотрите, что тогда можно сделать. Берешь вот это число, значит, это гауссовое число сочетатель. Пишешь его как n по n-k. Это правда? А теперь пишем вот это равенство везде вместо числа k пишем n-k. Поехали. n-1, здесь будет n-k-1, понятно? Вот. Дальше здесь будет q в степени n-k, и здесь будет из n-1 по n-k. Так, отлично. И теперь надо вернуться назад. Вернуться назад, это значит опять воспользоваться симметрией. Вот это число, это n-1, не вернутое число, но, конечно, надо быть, конечно. Это вот так вот, да? А здесь q в степени n-k есть, а здесь будет n-1, и, когда бежишь, из этого читаешь это, получаешь k-1, по-моему, не осталось. Не справился? Итак, я объясню вам вот такой вот вид гаусского бинома, чисто алкогически. Ну, конечно, некое длинное вычисление, но, с другой стороны, не так уж и без наших.